Самые красивые моменты вечерней программы, третьего дня чемпионата мира и на старте участницы... Зулья колотают звезды, ну а это наша россиянка Савинова, Маша Савинова, которая в этом сезоне имеет минуту 57-90, вы сами все прекрасно видите. Четвертый результат в сезоне и зимой она блестяще выиграла чемпионат Европы в Турине, вы конечно видели трансляции на нашем. Лучше, чем у соперниц. Мария Савинова очень хорошо выступила на чемпионате нашей страны, который проходил в Чебоксарах. 1 июля вот этот результат минуту 57-90 на одном из этапов гран-при показан, тоже все очень грамотно, очень четко. Заглядение было на Савинова смотреть, когда она бежала на чемпионате Европы в Турине. Это было абсолютное преимущество, которое не вызывало никаких сомнений. На третьем месте сейчас немножечко отодвинулся, об этом чуть позже. Да, Загорный всего 3 сантиметра проигрывает третьему месту, там у нас Криштиан Парс, венгер известный. Но, да вовсе, сейчас мы болеем, конечно, за Марию Савинову, которая стартовала в этом забеге, вы видите, сейчас она третья справа. Девушки, преодолев первый вираж, переходят на общую дорожку. Ну, Жулия Колотаюц, знаменитая кубинка, вот, кстати, вот она, чемпионка мира 2005 года, она в свое время, когда ей было 11 лет, пришла заниматься легкой атлетикой, потому что болела астмой. И вот, говорит, поэтому ее родители привели, и вот она добегалась до того, что стала чемпионкой мира. Ну, когда мы произносим слово астма, применительно легкой атлетики, но всегда возникают некоторые вопросы. Хотя, я не исключаю, что среди сотен и сотен легкоатлетов, страдающих от этого диагноза, есть люди по-настоящему, по-настоящему страдающие. Что касается Хаши Бенхайси, ну, как Алексей сказал, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, дважды была серебряной на чемпионатах мира, и в Остоке в 2007, и в Тельцинке в 2005. Единственное золото на ее счету, это золото чемпионата мира в залах 2001 года. Сюда она приехала зачем? За золотом этого чемпионата мира. А вот получится ли? Ну, посмотрим, 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 мы болеем за Машу Савину. Вы видите прекрасно, что Юлия Крившун ушла немного вперед, и разрыв уже приличный, метров 10-15, а за вторую путевку идет борьба. Но не стоит забегать вперед, потому что сейчас для Юлии Крившун будет очень тяжело. Мы болеем за Марию Савину, она бежит за Хасной Бенхайси, еще есть, есть время. Удобная у Маши, достаточно удобная позиция для атаки. Сейчас надо выходить, и по большому счету можно ставить плечо. Вот так вот, все правильно, занимать, занимать первую дорожку, еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть выходить. Маша, надо ускоряться, видите, уже, уже совсем не та представительница Мороков. Молодец, молодец. Все, теперь спокойно, умница, умница. Выше всяких похвалов. 1,5931 секунды для полуфинала. Это великолепный результат. Напомним, что у Маши результат, с тем, с которым она сюда приехала, 1,5931 секунды.